В малом зале ДК Подмосковья особый прием. Красногорских женщин-руководителей пригласили в преддверии праздника, чтобы поздравить и вручить святые награды. Красногорский район гордится своими замечательными женщинами. Они во всех наших отраслях, во всех областях нашей жизни. И Совет депутатов в преддверии замечательного праздника, 8 марта, женского дня, поздравляет лучших из лучших и вручает им почетные грамоты и благодарственные письма Совета депутатов Красногорского городского округа. Глава округа, в свою очередь, отметила женщин, которые спасали мир. Которые ковали нашу победу долгих 1418 дней, не жалея ни здоровья, ни жизни, и спасли для нас мир, нашу любимую страну. Сегодня я с удовольствием вручу нескольким из них президентские юбилейные медали. В войну встала за станок на КМЗ и ковала победу в тылу. Активная и неунывающая Анна Митичкина и сегодня передовик в общественных делах. Она и еще один работник колхоза в Лихолете, почетный ветеран Подмосковья Татьяна Хвойницкая, получили медали. Благодарственные письма администрации вручили нынешним сотрудницам Красногорского завода, а также двум директорам управляющих компаний «Комфорт» и «Феникс». Мероприятие продолжилось в Большом зале. Оперное исполнение эстрадных композиций. Завсегдатый Барвиха, Лакшери Вилледж, Крокус Сити Холл, Кремлевского дворца, квартет Перфумен сегодня старался для милых дам Красногорска. Вокалисты уверены, женщины – лучшая половина человечества. Комплименты со сцены и не только. Сегодня все для виновниц торжества. А вам, дорогие женщины, все мужчины Красногорского округа дают любовь и наши сердца. Ну и вот эти сердца, друзья мои, конечно же, для вас, вот эти красные пылающие сердца. Главу округа Совет депутатов поздравил не только с 8 марта, но и с юбилеем. Депутаты посчитали, что ровно 100 дней прошло с момента назначения на пост Эльмир Хаймурзиной. Она не единственная женщина-руководитель в Красногорске. Больше 170 директоров и начальников в муниципалитете – это дамы. Всего в городском округе больше 140 тысяч женщин. 10 тысяч из них – врачи, учителя и другие профессионалы в бюджетной сфере. Учители ЗОСОЖ номер 17, директор Петрово-Дальневской школы, сотрудницы теплосети и водоканала получили в этот вечер благодарственные письма губернатора Московской области по случаю праздника.